Утвердили концепцию перевода большинства госуслуг в цифровой формат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. К концу 2023 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг станут предоставлять в режиме 24 на 7. Личное присутствие граждан не потребуется. Как пояснило правительство, заявители смогут решать свои задачи в любой момент с помощью интуитивно понятных сервисов. Для этого все этапы от подачи документов до получения результата переведут в электронный вид. Но возможность лично обратиться в ведомство сохранят. И результаты предоставления услуг в согласии с заявителем, но уже без их усилий, смогут использовать также работодатели, компании ЖКХ и иные заинтересованные контрагенты. Также банкам и микрофинансовым организациям запретят списывать соц. выплаты за долги без согласия гражданина. Как это будет выглядеть? С банковского счета заемщиков из лица запретят списывать единовременные выплаты из спецперечня для погашения долга по потребкредиту или займу. Это относится к случаям, когда банк, где открыт данный счет, не получил от гражданина дополнительного согласия на списание конкретной суммы. 1 мая вступят в силу и другие новшества в сфере кредитования физлиц. Но об этом расскажу ближе к этой дате. Друзья, пишите вопросы в комментариях и поделитесь этим видео со своими знакомыми. До новых встреч!